И напор возьмите, взяли. Заходите. Личинка просто вот она. Да, она тут. Ну, сейчас помню. Так, личинку уже выломали. Личинку, естественно. Всем доброе утро. У меня на утро детям кукурузная каша. 50% манная и кукурузная. Добавила персик. Сливочное масло закончилось, к сожалению. Вот Мансур капризный, хочет кушать, голодный. Сейчас буду детей кормить. Вы не представляете, что у нас произошло. Девочки сейчас отвлекают Мансура, как могут. Вызвали МЧС. У нас он закрылся с той стороны ключом. Ключ всегда был у нас там. Он очень трудно закрывался, но Мансур как-то закрыл себя в спальне, в комнате. Я даже разговаривать не могу. Вызвали МЧС. Ждем, пока они приедут. Они будут через окно, наверное, залезать. Потому что здесь не вариант открыть дверь. Вся одежда там. Я даже не могу одеться нормально. Мансур, солнышко, поверни ключ. Он-то понимает, он бедный, старается, поворачивает, но никак не может открыть. Солнышко, открой ключом, пожалуйста. Поверни. Не можешь? Мансур. Мансур. Успокаивайте его, девочки, успокаивайте. Я просто в шоке. С утра начался вот так вот день. Расула тоже нету. Он поехал по делам. Я ему позвонила. Он уже МЧС вызвал и сам тоже едет. 20 километров от дома. Быстро едет домой. Я надеюсь, что все пройдет хорошо. Главное, чтобы он не плакал. Мансур, ну что ты наделал? Мы с мужем друг друга виним, что ключ оставили. Но никогда такого не было. Я же говорю, он чуть игрался с ключом, но чтобы закрыться, такого не было. Вот Антон тоже наш сосед, друг, пришел на помощь. Он вот тоже пытается что-то сделать, но никак. Он уже открутил, обратно закрутил. В общем, МЧС ждем. Сейчас приедут. Сказали, все нормально будет. Я просто в шоке. Уже сколько час прошел. МЧС еще не приехал. Ждем. Мансур, ты как? Что там, Мансур? Ты не боишься? Моишься? Дети его развлекают, играют. Здесь тоже рядом Антон. В общем, жду Расула. Он тоже, я же говорю, 20 километров от дома. Себя не снимаю. Я вообще в ужасном состоянии. Алло. Алло, алло. А скажите, пожалуйста, это оперативный МЧС. Скажите, вы мать? Да, да, я мама. Мама, да? Ну, хорошо, сейчас. Ребята, мы с вами. Мы до сих пор ждем. Звонят нам, спрашивают. Главное, чтобы они через окно залезли. Да, чтобы ребенок не испугался. Выбивание замка. Вот. Чтобы они через окно вот так вот залезли. Аккуратненько. И просто открыли, да, замок. У меня уже в кучу все мысли. Я уже не знаю, что делать. Дети отвлекают до сих пор Мансура. Уже полтора часа прошло. МЧС не едет. Я вообще, я в панике. Просто я в ужасе. Наконец-то МЧС едет. Я уже прям не знаю. У меня сердце не на месте. Хорошо, что Мансур не плачет. Дети его развлекают. Все, Антон пошел. Покажет им, откуда можно заехать. Вот кошмар такой. Кошмар вообще. Кошмар просто. Леон, молодец. Развлекаешь его. Хорошо, что он не плакал. Полтора часа они играли с ним. А хотим собирать игрушки. Мансур, ты как, солнышко? Мансур! 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 Мансур просто вот она. Что она тут? Ну, сейчас помню. И на фон возьмите. Взяли. Заходите. Через окно никак не получается залезть, потому что у них машина не позволяет, у МЧС. И вызвали теперь людей, которые вскроют замок без повреждений. Вот. Сейчас ждем. Мансур пока не плачет. Просто играется. Главное, что он не капризничает. Если он плакал бы, тогда уже мы бы выбивали эту дверь. Но пока он спокойный ребенок. Сейчас, надеюсь, приедут люди, вскроют аккуратненько замок, эту личинку. И все будет нормально. Ждем. Да, солнышко, да. Сейчас откроем. Сейчас. Сейчас, золотой, сейчас. Он у меня покормленный. Ничего страшного не будет. Он играется с вами. Он, главное, накормленный. Все нормально. Он даже сейчас, может, и заснет на кровати. Сам залезет, заснет. О, мам, и покажка. Угу. Я вот успела нарезать овощи на зажарку. Вот. Я готовила. Мансур. По-моему, он заснул у меня. Он в это время уже сам засыпает. Да, он заснул. Я знаю, что многие будут спрашивать, почему так получилось, почему мама не уследила, что ребенок остался снаружи. Почему так получилось? Потому что мама готовила обед. У меня график. Я с утра детям варю кашу. Они у меня завтракают. Потом я готовлю обед. Вкусненькая. У меня всегда домашняя еда. Я детей не кормлю обычаем. Знаете, то, что в холодильнике, то и даю. Когда я готовлю обед, у меня дети обычно играют. В этот раз они тоже играли. Дверь закрывали, открывали. Они вот так вот играют, захлопают дверьми. И Мансур взял, ключ повернул. Оказывается, ключ тоже был снаружи. Девочки, оказывается, его засунули. Он у меня обычно, ключ бывал с этой стороны, чтобы я могла закрыть, открыть. А он получился у нас снаружи, потому что дети играли, вытащили его и с другой стороны вставили. Конечно, я позвонила сразу Расулу в панике. Он у меня очень далеко, 20 километров от дома. Он начал меня винить, я его начала винить. Вот такие вот дела. Но сейчас все обошлось. Приедут оперативники, вскроют замок. Это будет все стоить 2,5 тысячи. МЧСники не смогли залезть через окно, потому что у них не позволяла машина. Конечно, я очень этим недовольна. У МЧСников нет специальной машины, чтобы лестницу подогнать и спокойно залезть через окно. Вот такие вот дела. Мансур у меня заснул. Все нормально. Он не капризничает, не плачет. Вот. В это время он спит. Сейчас обеденное время, 12 часов дня. Так что ждем оперативников. Они откроют замок спокойненько, тихо. Откроют дверь. Ничего не повредят. И ребенок тоже не испугается. Стуков выламывания двери не будет. Приехал Расул. Вот картины и магнитиком они прикрепили. Это Фатима. Фатима нарисовал. Это я. Да, да. Он точно заснул? Конечно, ребенок заснул. Первый раз такое. Я в шоке вообще. Еще смотрите, для полного счастья отключили воду. Ну, вообще красота прям. А как они долго еще, да? Если он проснется, а то он плакать будет уже вообще сильно. Сейчас он должен подъезжать. Да? Он же без мигалок. Там пробки были ужасные. Здесь на разрывке тоже аварий. Ну, мне главное, чтобы они успели, пока он не проснулся. Ты же знаешь, крик бывает какой. Да, я думаю, он сейчас проснется в любом случае. Когда открывать начнут. Там тихо не получится. Да. Если не успеет, сами откроем этот. Мы думаем, отвертку поставить можно. Не, мы можем. Банную замок выйти, но мы это сам. Дети хотят угостить МЧСников шоколадками. А там сверлят. Видите, там что делают, я не знаю. Пытаются взломать замок, но пока не получается. Мансур, мы тут. Мы тут, мы тут сейчас. Мы тут, сейчас тебя откроем. Сейчас уже открывается дверь. Дайте ему что-нибудь снизу, девочки. Да. Он обратно защелкивается. Так, личинку уже выломали. Личинку издевает. Все, Мансур, сейчас, сейчас, чуть-чуть оставь. Ой, вон, все, золотой, золотой. Все, все, все. Все золотой. Все, все, все. Да, чтобы больше такого не было. Смотрите, договаривались без повреждений, но все равно, видите, здесь повреждения есть на двери, но ничего страшного. Две с половиной тысячи тоже заплатили. Личинку он убрал. Сейчас нужно личинку купить сюда. И будет дверь, как обычно, закрываться. В общем, вот такие вот дела. Ну, главное, все обошлось, хорошо все.